Добрый день. Итак, добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Сегодня мы с вами поговорим на тему «Практика организации исследовательской работы в деятельности воспитателя и учителя начальных классов». Почему мы обращаемся к этой теме? Да потому что написание научных статей, научно-методических работ, участие во всероссийских и международных конференциях, в различных формах, на основе педагогического опыта, создание проектов с детьми – все это является важной составляющей современного учебного и воспитательного процесса, а также показателем профессионального роста. Я думаю, вы со мной согласитесь. Сегодняшний наш вебинар будет построен в виде лекции, потому что сама тема направляет нас на такое подсобытие, на такой диалог настраивает. Но я очень надеюсь, что в процессе нашего общения будут возникать какие-то вопросы, и вы сможете их задавать. То есть задавайте все волнующие вас вопросы, и я постараюсь на них отвечать в ходе нашего виртуального мультилога. Итак, коллеги, в качестве эпиграфа к сегодняшней теме я взяла слова Анны Янсюкевич. Основными чертами научного стиля речи являются точность, логичность и объективность изложения. То есть для того, чтобы написать научную статью, для того, чтобы написать научно-методическое или учебное пособие, мы очень хорошо должны знать и иметь представление о том, что такое научный стиль, каковы его задачи, какие языковые средства в нем используются, какие есть там подстили и жанры. И, конечно же, нужно овладевать всеми возможными языковыми средствами, которые предоставляет нам научный стиль. Научный стиль – это разновидность литературного языка, который употребляется в научных трудах ученых для выражения результатов исследовательской деятельности. Цель научного стиля – сообщение, объяснение научных результатов. Выделяют большое количество подстилей и жанров научного стиля. Конечно же, сегодня в процессе нашего с вами общения мы не сможем охватить все, но мы сконцентрируемся на тех вещах, которые нам с вами интересны в первую очередь, которые важны для нас именно в нашей профессиональной деятельности. Итак, каковы же подстили? Вот здесь вы видите на презентации, да, я их выделила. Во-первых, это, собственно, научный подстиль. И здесь мы выделяем такие жанры, как монография, то есть исследование какого-то одного вопроса, моно, да, один какой-то вопрос. Статья – составная часть основного текста сборника, которая представляет собой законченное произведение, освещающее какую-либо тему, идею, вопрос, содержащий элементы их анализа и предназначенное для периодического продолжающегося издания или непериодического сборника. То есть мы с вами так или иначе соприкасаемся и работаем над статьями и стараемся их публиковать, безусловно. Далее, это дипломная курсовая работа, доклад. Опять же, доклад. Так или иначе, мы с вами выступаем перед аудиторией, перед аудиторией с каким-то сообщением, с каким-то научным открытием, с какой-то методической разработкой, и так или иначе, мы с вами работаем с докладом. Доклад – это публичное сообщение, развернутое изложение какой-нибудь темы. И, конечно же, диссертация. Кто-то, может быть, из вас сейчас работает над диссертацией, а, может быть, задумывается над этим. А также рецензия и отзыв. Вот рецензия и отзыв, опять-таки, это те жанры, на которых я чуть позже тоже подробнее остановлюсь. Потому что, если мы с вами написали статью научную, или мы с вами решили опубликовать какие-то методические рекомендации, учебно-методическое пособие, мы обращаемся к рецензентам. Хорошо, если их два, и желательно, чтобы их было два, внутренний, тот, который работает вместе с вами, допустим, в вашей организации, и внешний рецензент из другой организации, который дает рецензию на ваш какой-то наученный труд. И, конечно же, отзыв. Отзывы, они могут быть очень простыми. Например, отзыв о фильме, о спектакле, о какой-то книге. И отзыв может быть глубоко наученным. Например, отзыв об автореферате на какое-то диссертационное сочинение. Дальше. Следующий подстиль – научно-информативный. Это… Здесь мы выделяем какие жанры? Реферат, аннотация, конспект тезисы. Ну вот здесь я выделила аннотацию и сделала это не случайно, коллеги. Потому что сейчас в современном мире, когда мы с вами создаем научную статью, если мы ее хотим опубликовать в каком-то серьезном издании, например, РИНС или, например, ВАК, или ВЭП оф САЙНС, или СКОПУС, да, то, конечно же, аннотация необходима. То есть это краткое изложение, содержание книги и статьи, аннотация. К этому мы еще с вами вернемся. Дальше. Научно-справочный словарь, справочник, каталог. С научно-справочным подстилем вы с вами, я думаю, вы со мной согласитесь, уважаемые коллеги, очень часто тоже сталкиваемся и работаем. Сейчас у нас есть как электронные словари, справочники, да, так и печаты. То есть мы сейчас вот в такое время с вами живем. Далее. Научно-учебный. Здесь выделяются такие жанры, как учебник, учебное пособие, методическое пособие, лекция, конспект, устный ответ. Ну, здесь посмотрите. Учебное пособие. То есть все-таки это больше здесь у нас теоретические аспекты могут быть. Или, например, учебным пособием может быть какой-то сборник упражнений, имеющий практическую направленность. А вот методическое пособие, здесь уже должны содержаться методические рекомендации. То есть то, что называется из опыта работы. Очень часто мы имеем дело с учебно-методическим пособием, когда совмещается и теоретический аспект, и методический аспект, и какие-то практические задания. То есть вот на жанры мы с вами должны обращать внимание и следовать их четкой градации. Далее. Научно-популярный подстиль. Здесь мы выделяем такие жанры, как очерк, лекцию и статью. Вы видите, что некоторые жанры, они встречаются в нескольких подстилях. В нескольких подстилях. Итак, уважаемые коллеги, уважаемые коллеги, вот еще раз хочу обратить ваше внимание. Возможно, вам когда-то придется в жизни самим составлять рецензию или отзыв. Как это нужно делать и на что мы обращаем внимание. Ну, во-первых, с точки зрения русского языка, да, посмотрите, пожалуйста, коллеги, если это рецензия, то рецензия на что-то, на статью, на книгу, на какой-то учебник, то есть на что-то. А если это отзыв, то это отзыв о чем-то, о ком-то, отзыв о спектакле, о фильме. То есть правильно строим вот это словосочетание с точки зрения управления, да, уважаемые коллеги. Итак, рецензия термина в основном с латинского происхождения, что буквально означает осмотр, обследование. То есть это может быть статья, целью которой является критический разбор какого-либо научного или художественного произведения, спектакля, кинофильма и так далее. Или же это может быть отзыв о научной работе или о каком-либо произведении перед их публикацией, защитой. То есть это может быть рецензия на ту статью, которую мы с вами написали. И сейчас чем серьезнее журнал, тем выше требования. И во многих журналах идет слепое рецензирование. То есть что это значит? Они не знают вас, мы не знаем, кто рецензирует нашу статью. И обычно это два независимых эксперта. Они дают две независимые рецензии. В рецензии сначала, конечно, у нас, если мы ее пишем, да, по правилам, у нас есть вступление, то есть общий анализ положительной моменты, обязательно актуальность, новизна актуальна, неактуальна, новизна есть или отсутствует. Дальше, что является ценным, и затем какие-то критические наблюдения. И по окончании рецензии делается вывод. Статья рекомендуется публикации или не рекомендуется публикации, или рекомендуется с какими-то исправлениями, замечаниями. Или, например, учебно-методическое пособие или учебное пособие рекомендовано, не рекомендовано. То есть вот такие формулировки. Отзыв – это тоже письменное, либо устное высказывание, то есть это может быть устное высказывание, если рецензия – это всегда письменное все-таки высказывание, да, то отзыв может быть, обратите внимание, дорогие друзья, устным высказыванием, которое основано на выражении личностного, эмоционально-оценочного отношения к увиденному, услышанному или пережитому опыту, мнения о ком-нибудь или о чем-нибудь, анализ, разбор, оценка продукта или оказанной услуги. То есть мы пишем отзыв. Но отзыв – это тоже анализ того, что мы видим. Опять-таки мы следуем научному стилю. Хорошо. Так, и вот сразу же здесь у нас вопрос. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о банке рецензий, какие сейчас актуальны и используются. Огромное спасибо. Вот здесь сразу же, отвечая на ваш вопрос, я вас направлю на сайт грамота.ру. Здесь есть такая формулировка, вы видите, как писать рецензию и отзыв. То есть дается подробный план. Дается подробный план. Поэтому вы можете обратиться к этому сайту и очень подробно это почитать. То есть как писать рецензию. Вот. То есть только научным языком, только научным языком. Определенная структура здесь есть. Посмотрите, и я думаю, что это будет информация для вас полезной. Так, ну и теперь давайте очень подробно, дорогие друзья, поговорим о том, как писать научную статью. Допустим, я решила написать научную статью. С чего мне начать? Как быть? Я думаю, что у вас у всех есть огромнейший материал, ваша такая, скажем, методическая копилка, которую хочется опубликовать, о которой хочется сказать, да. Поэтому, конечно же, нужно очень хорошо все продумать. Нужно очень хорошо все продумать. Цель научной публикации – познакомить научное сообщество с результатами исследования автора, а также обозначить его приоритет в избранной области науки. Публикация может быть методическая, она может быть теоретической, она может быть практической. Но, уважаемые коллеги, вот сейчас на современном этапе развития науки все более ценятся экспериментальные исследования. Экспериментальные исследования. То есть статья должна содержать и теоретический материал, это анализ, это синтез, это дедукция, это индукция, безусловно, да. Но и замечательно, если в статье содержится эмпирический материал, эмпирический материал. То есть что это такое? Это какой-то эксперимент. Например, свободный ассоциативный эксперимент, да. Смотря что вы, какую отрасль вы затрагиваете. Это может быть анкетирование, и вопросы анкеты можете составить вы сами, и это будет ценно и хорошо. Хорошо, если есть сопоставительные какие-то аспекты, то есть что-то с чем-то вы сопоставляете, сравниваете, вы являете общие, различные. Но имейте в виду, если вы решили провести какой-то эксперимент, например, да, вы должны учитывать возрастные особенности той группы, которую вы исследуете. То есть люди определенного возраста, либо какие-то национальные особенности, либо, допустим, уровень образования. Может быть, вы оцениваете гендер, да, то есть мужчина-женщина. Поэтому вот эти аспекты обязательно мы берем во внимание при проведении любого эксперимента. Это во-первых. И во-вторых, для того, чтобы эксперимент был объективным, достоверным, уважаемые коллеги, мы должны охватить не менее 100 человек. Так же и анкеты. То есть не менее 100 человек. Тогда результаты нашего исследования, они, конечно же, будут актуальными, они будут объективными. Так, ну и, конечно же, наблюдение. То есть, еще раз, разюмируя то, что я сказала, значит, сейчас приветствуются статьи, которые содержат и теоретические, и эмпирические исследования. Это сейчас приоритетно, приоритетно в науке. Итак, вот мы с вами уже решили, что будем писать статью. А с чего начать? С чего начать? Нужно подумать, какова основная цель статьи. То есть, что я хочу отразить в этой статье. Вот, например, я, когда сама работаю над своими научными трудами, сейчас уже ручкой просто что-то не пишусь, я только план, набрасываю план. Сразу же работаю уже, то есть, печатаю все это на компьютере. Но план какой-то я для себя создаю. Вот, и затем все это воплощаю на компьютере. У всех свои, конечно, подходы. Кто-то на листе бумаги сначала все это пишет, потом переносит уже, да, все это в печатный вариант. Дальше, значит, мы обозначили цель, то есть, о чем будет статья, о чем я буду говорить, как я ее построю. Далее. В каждой работе, неважно, это учебное пособие, методическое пособие, какие-то ваши рекомендации, наблюдения, научная работа, научная статья, вот любой, да, жанр мы берем, нужно всегда задавать вопрос. В чем состоит отличие статьи от других исследований по данной тени, ее актуальность и новизна. То есть, в чем будет актуальность, почему эта статья будет актуальна, вот на мой взгляд, да, и в чем будет ее новизна. Ведь не случайно, наверное, к этой теме уже обращались и до меня, а что нового я привнесу в эту тему, да, что нового я привнесу в эту тему. И дальше хорошо бы начать именно с обзора актуальной литературы, с обзора актуальной литературы. Вот это нам поможет посмотреть на то, как исследована данная тема, а может быть, она вообще не исследована, через призму, вот как раз-таки той подборки литературы, которая есть или нет, может быть, по данной проблематике. А может есть, но недостаточно много этой литературы. Значит, тема актуальна, значит, она только-только начинает изучаться. Поэтому должен быть обзор актуальной литературы. Дальше. Нужно подумать, где будет опубликована статья, на кого она ориентирована. То есть примерно уже определиться. Это, может быть, будет какая-то конференция, или это, может быть, просто будет доклад на форуме, или это будут затем, затем будут тезисы, да, изданы. Или, например, мы уже так поднимаем планку, это будет рейнс, это будет вак. Или самый высший на сегодняшний день уровень – это веб-оф-сайенс или сфокус. Далее. Затем мы думаем над формулировкой темы исследования. Но тема исследования, она может быть пока, как бы, примерно обозначена такая рабочая тема исследования. А уже когда будет закончена наша работа, мы еще раз посмотрим под углом, другим углом, может быть, зрения, через призму той проделанной работы, и мы можем внести корректировку, да, в тему. То есть сначала у нас есть рабочая тема исследования. Я думаю, что у каждого из вас она есть, неважно, в детском саду вы или в начальных классах, у вас есть какая-то тема исследования, над которой вы работаете. Я права, коллеги? Это так. Да. Дальше. Текст статьи, текст вообще любого научного сочинения, будь то рецензия, будь то отзыв, будь то вообще статья, да, конечно же, он требует научного слуга. И вот здесь я хочу обратить ваше огромнейшее внимание на то, что ни в коем случае недопустимо повествование от первого лица. Очень часто у нас такая ошибка наблюдается в методических рекомендациях и так далее. То есть всегда пишем «мы рассмотрели», «мы изучили», то есть мы берем второе лицо единственного числа. «Мы рассмотрели», «мы изучили», «мы опираемся на такой-то опыт». То есть это говорит о авторской скромности, о научности слога. Поэтому только такие подходы или нами рассмотрены, нами изучены, нами проанализированы какие-то аспекты. Поэтому текст статьи – это дидактический и методически обработанный, систематизированный автором словесный научный материал. Что его отличает? Конечно, можно. Вот здесь вопрос. А можно в статье рассматриваться новый подход? Конечно, можно. В статье рассматривается новый подход, новые аспекты. Конечно, обязательно. То есть нейтральная форма, она очень хороша. Рассмотрены, изучены, проанализированы. Или в статье рассматривается новый подход. Это хорошо. Да. Отвечаю на вопрос. И иду дальше, коллеги. Так вот, текст научной статьи должен отличаться точностью, достоверностью приведенных сведений. Очень часто мы с вами должны обращаться к чему? К словарям, конечно же, да? К каким-то точным научным данным. К каким-то первоисточникам, доказывая то, что это точные научные данные, да? То есть это есть доказательность. Дальше. Четкость, ясность изложения материала. То есть мы пишем научным языком, но, это у нас будет лексика нейтральная, лексика книжная, но она должна быть понятной адресату. Адресату, доступность информации, лаконичность, логичность, последовательность. Конечно же, это должна быть систематичность, преемственность излагаемого материала. И обязательно, четкость структуры, ссылки необходимо делать. Сейчас мы до них дойдем, предваряйте немножечко моего выступления, я скажу об этом. Это обязательно ссылки, это обязательный составной компонент научной статьи, обязательно. Четкость структуры. Иногда даже, допустим, журнал рекомендует разделы, и сейчас тоже мы на них остановимся. То есть научная статья, она имеет четкую структуру. И, конечно же, соответствие к научному стилю речи. То есть, еще раз акцентирую ваше внимание, нами рассмотрено, или мы рассмотрели, мы изучили, мы пришли к выводам. Анализ показывает. Вот такие формулировки, это очень важно. Итак, структура научной статьи. Ну вот такой вот классический подход. Вот, посмотрите, пожалуйста, коллеги, название, да, то есть заголовок мы продумали, мы назвали. Аннотация, аннотация, далее идут ключевые слова, введение. Здесь пишется введение, как, кстати, вот в рецензии, как в отзыве есть введение, так и в статье есть введение. То есть, чему посвящено исследование, о чем? Обзор литературы, это обязательно хотя бы один абзац. Вы берете современную литературу, желательно за последние 10 лет, что сделано вот в этом направлении, кто что изучал и как изучал. Хотя бы один хороший абзац у вас должен быть. Это показатель научности. Вот здесь и будут ссылки на те актуальные работы, которые посвящены данной проблематике, да, которой занимаетесь вы в данном случае. Дальше идет основная часть. Здесь вы показываете методологию, какие-то методики свои, какие-то практические наработки. Здесь может быть эксперимент его описания и результаты. То есть могут быть какие-то таблицы, графики, рисунки. Вот именно то, ради чего вы это все создаете, да, вот самый, так скажем, изюм вашей статьи. И дальше у нас идут выводы и дальнейшие перспективы исследований. Ну, здесь немножко тоже я покажу. То есть выводы делайте глобальные таким образом, изучив, проанализировав, выявив, систематизировав, вы пришли к следующим выводам, да, двоеточие, прям четко. Первое то-то, второе то-то, третье то-то. И, конечно, ценно, если вы пишете, что какие дальнейшие перспективы исследования, то есть практическая значимость, какие выходы имеет ваша работа, хотя бы одно-два предложения, это будет замечательно. И, конечно же, список литературы. Список литературы. Не обязательно прогноз, вот спрашивают, а прогноз обязательно должен присутствовать в статье? Не обязательно. Но если журнал очень высокого уровня, они это смотрят, они это ценят. То есть вы пишете, я сейчас вам покажу какая-то строчка, о чем это говорит. То есть перспективы развития, практическая значимость вашей работы, какие-то выходы. Если вы это опозначите, это будет тоже хорошо. То есть это плюс к вашей работе. Список литературы. Вот это все у нас статья. То есть статьи могут быть от пяти и более страниц. Бывает, что статья и 22 страницы, да, и 25 страниц. То есть смотря какой журнал и какого уровня статья. Ну, пять страниц-то уже должно быть, потому что если у нас аннотация, если у нас список литературы, то уже, в общем-то, полторы страниц уходит и остается это чуть-чуть. И поэтому пяти вот страниц, хорошая статья у нас уже может быть, если говорить об объеме, коллеги. Так, теперь давайте поговорим о названии статьи и вот о постановке цели. Здесь все связано. Основное требование к названию статьи – это краткость и ясность. Неважно даже, если мы берем курсовую работу, дипломную работу, может, кто-то из вас сейчас обучается, да, научная статья, какое-то пособие. Это всегда ясность и краткость. И максимальная длина заголовка приветствуется 10-12 слов. То есть это максимум. Чем он короче, тем лучше. Но не более 12 слов. Это считается хорошей, хороший заголовок, хорошее название статьи. Название должно быть содержательным, то есть отражать основное содержание, чтобы тема, она отражала основное содержание вашей работы. Оно должно быть выразительным и должно быть актуальным. То есть оно должно привлекать внимание, чтобы вашу статью захотели прочитать. Уже заинтересовались по названию, о чем она, да, а что в ней. Вот об этом мы думаем, называя статью. Далее. Тема напрямую коррелирует с целью. То есть она перекликается с целью. Тема коррелирует с целью. Например, вот я взяла такую тему. Развитие речи детей до школьного возраста. Это тема, допустим, моей статьи, да, я предполагаю. Цель будет следующей. То есть формулируем цель всегда в соответствии с темой. Ничего не надо придумывать. Четко. Цель – рассмотреть особенности речи детей до школьного возраста. Например. То есть цель – рассмотреть, систематизировать, проанализировать, выявить что-то, да, сопоставить. Сопоставить. Вот. То есть и дальше идет тема. Особенности речи детей до школьного возраста. То есть вот на это, пожалуйста, обратите внимание. Цель вытекает из темы. Они коррелируют. Хорошо. Сформулировали цель. Начали писать статью, да. Все, в общем-то, сделано. И вот у нас пишется аннотация, да. К статье аннотации пишется. Если даже она ринц, обязательно аннотация требуется. Какие-то международные, всероссийские конференции аннотации тоже требуются. Вот здесь посмотрите, пожалуйста, что такое аннотация. Это независимый от статьи источник информации. Ее пишут после завершения работы над основным текстом статьи. Она включает характеристику основной темы, проблемы, объекта, цели работы, ее результаты. То есть она включает основные положения, основные моменты, резюмирует, показывает кратко, да, о чем наша статья. И вот я здесь даю вам сейчас образец, один из образцов. Это аннотация, но она такая вот упрощенная, но она очень даже неплохая. Допустим, она подойдет для всероссийской конференции. Вот такой вот тип аннотации. Давайте я вам прочту, сама я ее составила. В статье рассматриваются воспитательные аспекты традиции семейного чтения на примере автобиографической повести Сергея Тимофеевича Аксакова о детстве. Обращение к данной проблематике является актуальным, поскольку в условиях трансформации эмоциональных и духовных связей между поколениями в современном российском обществе утрачивается традиция семейного чтения. Автор приходит к выводу о важной роли семейного чтения в социализации ребенка, о необходимости возрождения этой традиции для сохранения русской культуры и духовно-нравственных ценностей. Очень часто журнал, в котором хотите вы, например, опубликовать свою статью, он уже задает четкие рамки, то есть сколько слов должно быть в аннотации, где-то от 250 до 500 слов, примерно так, где-то больше требуется, то есть на это мы тоже ориентируемся. В этой аннотации указано содержание, основная проблематика, актуальность и выводы, к которым приходит автор. Давайте еще посмотрим. Вот эта вот более сложная аннотация, она, я сразу вам скажу, тоже я сама ее составила, она уже, да, чаще всего не более 500 слов, это так, но порой бывают такие журналы, Scopus и Web of Science, если очень высокий уровень вы берете, то там требуется и больше, даже аннотация больше она может составлять. Вот эта вот аннотация, она такая емкая. Посмотрите, что здесь отражается. Статья посвящена анализу ассоциативного поля концепта здоровья, репрезентированного в языковом сознании студента. В ней представлен обзор основных идей современных ученых по проблеме исследования, дана интерпретация термина концепт, рассмотрено лексическое значение слова здоровья по данным лексикографических источников, а также его понимание в современном мире. Дальше, посмотрите, коллеги, указана цель статьи. Цель статьи – изучение специфики концепта здоровья в языковом сознании студента в лингвистическом аспекте. То есть мы указали цель. И дальше, посмотрите, мы указываем те методы, которые используются в данной статье. Основными методами исследования являются анализ научной литературы, дефиниционная интерпретация значений, свободный ассоциативный эксперимент, методы статистической обработки данных, а также такие общенаучные методы, как наблюдение, описание, анализ и синтез. То есть описывается цель, описываются методики и методы, и дальше материал. Какой материал, на основе чего это делается? Материалом для анализа послужили результаты свободного ассоциативного эксперимента. В результате исследования построено ассоциативное поле концепта здоровья, выявлена специфика объективации его ядерных и периферийных зон, проведено качественное и количественное описание ассоциативного поля данного концепта. Делается вывод о том, что концепт здоровья занимает важное место в языковом сознании студента. Данные свободного ассоциативного эксперимента отражают также события настоящего времени. Вот, здесь посмотрите, вот эта аннотация, она очень подробная. Но здесь вот был до этого у нас вопрос, да, как пишется рецензия. То есть здесь некий обзор дается. Вот здесь формулировки научные, посмотрите, какие даются, да. Вот я вам как образец сама тоже составила и показываю. И вот до этого тоже был вопрос от вас, коллеги, практическая значимость, писать ее, не писать, как это выглядит, да. Посмотрите, пожалуйста, вот практическая значимость исследования определяется тем, что его результаты могут быть использованы в когнитивной лингвистике, лингвокультурологии, социологии, социо-психолингвистики, а также в отечественной и зарубежной медицине. То есть, посмотрите, мы можем указать выходы, где будет полезна эта работа. А также при составлении, например, вы написали какое-то методическое пособие, учебно-методическое пособие или просто методическую разработку. У вас есть обложка, есть со-обложка, да, как бы вот, ну, форзац и со-обложка. Вы же тоже там пишете аннотацию. О чем, о чем это пособие, да, о чем оно? Вот, поэтому вот эта практическая значимость исследования, если она указана, то это очень хорошо. То есть она уже ориентирует нас, да, на какие дальше выходы у этой темы. Какие дальше выходы у этой темы. Ключевые слова. Ну, ключевые слова выражают основное смысловое содержание статьи, служат, конечно же, ориентиром для читателя и используются для поиска статей в электронных базах. А их сейчас у нас очень много, да. Размещаются после аннотации в количестве 4-8 слов, приводятся на русском и английском языках. То есть в зависимости от требований журнала. То есть где-то 4, где-то 5 слов, где-то до 8 слов. То есть самые важные слова, которые отражают именно проблематику исследования. Так, далее. Мы сказали, что статья включает введение. Вот во введении мы указываем актуальность, новизну исследования, цель и гипотезу. Гипотеза не обязательно. Если у вас какое-то, допустим, экспериментальное исследование, тогда да, гипотезу вы указываете. То есть вы предполагаете, к чему приведет исследование. Предположение какое-то, да, выдвигаете. Дальше идет обзор литературы по данной проблеме. Я вот прям вам по абзацам как бы иду, да, по структуре, по логике статьи. То есть его цель именно этого обзора – изучить и оценить существующие работы по данной тематике. Есть, в какой области, что исследуется и достаточно ли. И что нового сделаем мы. И, конечно же, методология. То есть выбор методов исследования. Какие методы исследования мы используем при написании данной работы. Вот. И я вас сориентирую. Есть у нас такой прекрасный ресурс, как и где подбирать литературу. Я сама очень часто им пользуюсь. Это и лайберри, научная электронная библиотека. Если вы в ней не зарегистрированы, можно зарегистрироваться. И вот Татьяна Викторовна Телегина, она с удовольствием вам, значит, даст ссылки, потому что у них на канале, на канале Директ Академии, да, вы можете увидеть видеоролики полезные, как регистрироваться, как пользоваться ресурсами этой научной электронной библиотеки. И если вы будете пользоваться этими ресурсами, то написание статьи, в общем-то, будет нетрудным, несложным, потому что вся подборка там, можно эту подборку очень быстро сделать, да, не так много времени потратить, вот, проанализировать, познакомиться со статьями. И вот этот обзор включить в свою научную работу. Поэтому я вас вот обращаю к этой библиотеке. Она сейчас нам очень помогает, да, современным ученым. И если вы публикуете в каких-то серьезных изданиях, то, конечно же, уважаемые коллеги, и вы тоже будете как автор в этой библиотеке. То есть у нас есть такое понятие, как индекс цитирования. То есть вас цитируют, вы кого-то цитируете, это все отражается в электронных ресурсах. Так, хорошо. Дальше идем. Посмотрите, еще куда я вас хочу сориентировать. Значит, здесь у нас вот есть сайт academic.ru. Здесь можно воспользоваться специальными словарями, различными словарями, которые есть на этом сайте academic.ru. Ну и, конечно, грамота.ru, если у вас возникают какие-то вопросы, как правильно цитировать, может быть, вы забыли какое-то правило пунктационное или орфографическое, то есть как это сделать, именно такая помощь, скажем так, с точки зрения грамматики русского языка или обращение к каким-то вообще словарям по интерпретации терминов. Конечно, это academic.ru, электронный ресурс, и, конечно же, это грамота.ru, самые доступные ресурсы, я думаю, которые могут вам прийти на помощь. Дальше идем. Библиографический список – это очень важная составляющая каждой статьи. Я здесь вижу, вопросы поступают, я постараюсь на них ответить после того, как вот познакомлю вас с основным материалом, и затем я уже приступлю, уважаемые коллеги, с вашего позволения, к ответам на ваши вопросы. Так вот, библиографический список. Это, он должен иметь научную ценность и научную новизну. Обязательно 70% от той литературы, которую вы использовали в научной статье, 70%, еще раз обратите внимание, должна составлять литература за последние 5 лет. За последние 5 лет. Должно быть соответствие объема списка литературы, объему статьи. То есть, если у вас статья на 8-10 страниц, то она должна включать не более 15 источников. Достаточно, не перегружаем работу. Библиографический список может быть упорядочен по алфавиту или в порядке упоминания источника. То есть, некоторые издания так требуют. То есть, в порядке упоминания вы уже делаете ссылки по тексту, но чаще по алфавиту дается. Оформление литературы, обратите внимание, оно тоже бывает разным. Оно тоже бывает разным. Вот здесь я показываю, если, допустим, художественная литература, вот здесь очень важно поставить правильно все запятые. Различайте знаки тире и дефис. Дефис – это орфография, а тире – это уже вот пунктуация. И как раз, когда мы оформляем с вами список литературы, мы имеем дело с тире. То есть, используем тире. Правильно, страницы. Если я общее количество страниц указываю, то я S-знак, обозначение страницы ставлю после цифры. Допустим, я пишу, да, обращаюсь к какой-то статье. Здесь уже, посмотрите, S большая прописная, и у нас затем только идут страницы. Сначала сама страница, да, потом уже нумерация страницы. И, может быть, электронный ресурс. Здесь обязательно тоже правильно делаем ссылки и указываем дату обращения, то есть когда мы к нему обращались. Так, вот здесь вот у нас. Да, вот здесь нам присылаю. Спасибо большое, Татьяна Викторовна. Да, замечательно. Спасибо. Обратите внимание, у нас здесь в чате появляется актуальная информация, которая тоже вам поможет при написании статей. Да, замечательно, спасибо. Вот, ссылки тоже по-разному оформляются. Если, например, у вас ссылки в тексте на какие-то структурные элементы статьи, допустим, тут уже необходимо указывать их название и порядковые номера. Например, в соответствии с таблицей 1, на рисунке 1, то есть рисунок 1 и так далее. То есть у вас ссылки на какие-то дополнительные таблицы, схемы, рисунки, диаграммы. Если в тексте статьи приводится только одна иллюстрация, одна таблица, одна формула, одно уравнение, то эти элементы не нумеруются, а ссылки следует указать на рисунке, таблице. То есть делаем такую отсылочку. Библиографические ссылки, они тоже важны, они делаются по-разному. Конечно, требования для авторов, если вы внимательно читаете, нужно обязательно следовать. Но есть основные приемы оформления библиографических ссылок, что они из себя представляют. Посмотрите, например, допустим, вот я цитирую, да, в тексте особо много внимания уделяется раскрытию понятия образ автора. То есть образ автора – это, например, термин, который введен этим автором, я беру его в кавычки. Виктор Владимирович Виноградов. И дальше я делаю ссылку на номер источника, который отражен в моем библиографическом описании, то есть списке литературы. Допустим, этот автор идет у меня под номером 14. Или в тексте Новиков писал, дальше идет цитата, и если я от и до цитирую эту фразу, то я еще должна указать с номером источника страницу. Страница такая, да, обратите внимание, буковка «С» пишется со строчной буквы. Или, например, так, Кузнецов отмечает, тоже цитирую, можно где-то вот такое приветствуется, да, то есть опять по требованию. Мы фамилию указываем, год и двоеточие через двоеточие страницы. То есть уже «С» нет, но мы показали, 210 – это страница. На какой странице есть эта цитата. Или, например, можно подать так. Допустим, я делаю обзор литературы, да, по проблеме. Исследованиями Виноградова, Винокура, Щербы. Дальше я указала источники библиографии в своей 4, 12 и 17. «Установлено», «Установлено». И дальше уже пишу, что «Установлено». То есть вот такие способы оформления библиографических ссылок мы с вами наиболее часто используем в своих статьях. Цитаты, способы цитирования. Есть прямое цитирование, косвенное цитирование, да, то есть что-то оформляем в кавычках, что-то без кавычек. Требований здесь очень много, подходов очень много, поэтому я вас обращаю к сайту «Уграмоты.ру». Здесь можно конкретно открыть рекомендации и по ним уже в своей статье сделать правку, сделать правку. То есть все в соответствии с правилами русского языка. Еще на что хочу обратить ваше внимание, уважаемые коллеги. Посмотрите, пожалуйста. Когда мы с вами написали статью, вроде бы все хорошо, и уже она готова, обязательно, обязательно, настоятельно я вас направляю, да, даже рекомендую вам. Есть бесплатные системы «Антиплагиат», «Антиплагиат.ру», можно зарегистрироваться. Проверьте свою статью на плагиат. То есть программа «Антиплагиат» — это система, которая анализирует интернет-ресурсы на наличие заимствованных предложений и выводит результат цифров. Дело в том, что во многих изданиях, вот прежде чем рассмотреть вашу публикацию, да, принимать ее, не принимать, изначально проверяют ее на плагиат. То есть какой процент оригинальности в вашей работе. И чем серьезнее издание, тем выше этот процент оригинальности. Где-то достаточно 70%, а где-то статью начинают рассматривать только от 85%. То есть оригинальность должна быть, например, не менее 85%. Поэтому, конечно же, сейчас мы прозрачны в этом смысле. Что-то там, целые какие-то куски заимствовать, что-то взять у кого-то мы не можем, потому что есть система «Антиплагиат». «Антиплагиат.ру». Пользуйтесь такими вещами. Здесь мы можем проверить абсолютно все, начиная от сочинения, допустим, ребенка, заканчивая научной статьей, да, уважаемые коллеги. Дальше. Вот на что хочу обратить ваше внимание. Перечень полезных журналов. Перечень полезных журналов. Ну, так как у меня здесь в основном воспитатели, да, аудитория, воспитатели дошкольных учреждений, в числе начальных классов, поэтому, конечно, я подборку сделала именно с учетом этой аудитории. Здесь вы видите очень много серьезных журналов, да, это журнал «Дошкольное воспитание», и «Ребенок в детском саду», и «Музыкальный руководитель», и «Педагогический мир», журнал «Ослова», фестиваль педагогических идей, открытый урок, журнал «Детский сад будущего», воспитатель дошкольного образовательного учреждения, справочник старшего воспитателя, журнал «Обруч», «Детский сад от А до Я», дошкольное образование, и, конечно, журнал «Начальная школа». Кроме того, мы с вами можем публиковаться и в различных сборниках конференций, да, в различных, скажем так, международных, сборных международных конференций, поэтому, конечно, коллеги, в общем-то, возможности публиковаться очень много, очень много. Это могут быть региональные конференции, и межрегиональные конференции, но сейчас все больше требуется все-таки вот именно такой серьезный подход, чтобы была и аннотация, и ключевые слова, и введение, и теоретические, и практические аспекты, и определенные выводы, к которым мы приходим. Ну, конечно же, хороший научный слог. Вот, если мы, еще вот на что хочу обратить внимание, уважаемые коллеги, если, например, вы задумали, задумали написать учебное пособие или методическое пособие, то иногда и статью, конечно, ваковский уровень, допустим, иногда и рейнс они просят, и веб-по-сайенс, и скопус обязательно нужно указать, УДК и ББК. Это все мы легко с вами находим в нашем пространстве интернета, да, что это такое, это универсальная десятичная классификация, это библиографическая и библиотечная классификация, представляющая систематизированное расположение всех отраслей человеческого знания, организованных как целостную систему, в которой области знаний взаимосвязаны. И ББК, библиотечная и библиографическая классификация, национальная классификационная система России, то есть здесь уже по УДК и ББК понятно, к какой отрасли, к какой относится ваша работа, то есть что это такое, это методология, это лингвистика, это педагогика, это психология, это логопедические какие-то аспекты, поэтому это все мы с вами можем взять на сайте, да, это все мы делаем легко и просто. Так, ну здесь вопросы у нас есть, я уже сказала, да, задавайте, я отвечу, конечно, на них обязательно. Еще на что мне хочется обратить ваше внимание, уважаемые коллеги. Очень часто вот мы написали какую-то статью, мы хотим выступить, допустим, с докладом по этой статье, да, мы ее опубликовали, но мы хотим еще сделать доклад по данной проблеме на какой-то конференции, на форуме, да, вот. Вот, как выступать с докладом, как готовиться, на что мы смотрим. Статья – это нечто объемное, допустим, у меня получилось там 10 страниц, да, что есть доклад. Доклад – это тоже некие тезисы, да, то есть какие-то тезисы, какие-то аспекты мы только возьмем, с ними мы выступим. И вот здесь тоже несколько рекомендаций мне хочется вам дать, да, это тоже научный жанр, жанр научного стиля, хочется вас немножечко направить. У нас есть физиологическое дыхание, есть речевое дыхание, да, речевое дыхание. И вот здесь, если вы, например, волнуетесь вообще выступать перед большой аудиторией, вот, какие-то вот есть такие вещи, то нужно перед выступлением сделать дыхательное упражнение. Рекомендую 10 глубоких вдохов, 10 глубоких вдохов для того, чтобы наладить, отрегулировать речевое дыхание. Очень хорошо сделать артикуляционную гимнастику, да, для того, чтобы все звуки, все слова вашего доклада четко произносить. Далее. Мы с вами должны учитывать такой вот человеческий фактор, да, у нас с вами внимание, ну, бывает, что он рассеянное, какое-то время мы слушаем, потом мы уже переключаемся с чего-то. Вот, поэтому, конечно же, доклад должен быть не более 10 минут. Это самое оптимальное время, не более 10 минут. То есть вступление, основная часть, какие-то выводы. И 7 слайдов, потому что вообще по логике вот нам рекомендуют где-то 2 минуты на слайд, 2 минуты на слайд. Поэтому 7 слайдов, включая основной и конечный слайд, да, достаточно вот для доклада на 10 минут. Конечно, у вас должен быть план, у вас должна быть логика изложения, да, последовательность, вы продумываете, с чего вы начнете, что вы дальше скажете и как вы все это завершите. Должен быть зрительный контакт, если вы работаете не виртуально, да, должен быть зрительный контакт, ну и, конечно же, обратная связь. Вот у нас с вами должна быть обратная связь для того, чтобы мы коммуницировали с вами полноценно, коллеги. Дальше. Конечно же, мы с вами продумываем и одежду, и прическу. Это тоже важно. Вот, например, рекомендуют даже цветовую гамму определенную. Если вы хотите произвести впечатление, чтобы вас восприняли как искреннего человека, как человека делового, который именно, если вы хотите добиться цели, скажем так, рекомендуется надеть именно синие тона. Синие тона, вот они вызывают вот такое вот у нас, такое честное искреннее восприятие человека. То есть такие синие тона. Вот, поэтому все нужно продумывать, какие цели, смотря какие цели у вас, да, что вы хотите, чего вы хотите достичь, поэтому есть специальные рекомендации по имиджу, по образу. А если, например, мы работаем онлайн, то здесь, например, советуются пастельные, советуются, ну, нужно надевать пастельные тона, однотонные тона, но не рекомендуется, например, зеленые, что-то пестрое, потому что, опять-таки, это смотрится, так скажем, виртуально очень размыто. Невербальные средства коммуникации, опять же, важны. То есть что такое мимик, жесты, позы, то, как мы говорим, да, как мы двигаемся, это тоже оказывает определенное воздействие на аудиторию. И, конечно же, коммуникативные качества хорошей речи. Речь должна быть правильной, четкой, логичной, образной, эмоциональной, выразительной, чистота речи должна быть, да, и, безусловно, уместность. Уместность – правильная речь, то есть соответствующая нормам литературного языка. Наличие логических пауз. То есть проговорили что-то, переход какой-то на новый аспект. 15-30 секунд можно сделать паузу для того, чтобы слушатели осмыслили ту информацию, которую вы до них доносите. Ну и должна быть правильная реакция на вопросы. Допустим, вам задают вопрос, например, вы защищаете курсовую, дипломную работу, или где-то делаете доклад, или защищаете свою статью, вам задали вопрос, вы всегда благодарите, благодарю вас за вопрос, спасибо за вопрос, затем мы его зачитываем и отвечаем на вопросы. Вот. То есть все это очень важно для того, чтобы доклад был донесен до аудитории, донесен до слушателя. Поэтому вот это все очень важно. Очень важно. Так, ну вот, может быть, что-то еще не сказала, можете добавить в чате. Визуализация, безусловно, важна. Визуализация, то есть наличие у нас наглядности, это тоже приветствуется, да, конечно, как без этого. Вот. Сейчас в современном мире, да. И еще один аспект. Мы с вами сами совершенствуемся, сами работаем в этой области, то есть пишем какие-то научные разработки, методические разработки, да. Угу. Вот. И хорошо, конечно. Да, приобретение опыта, безусловно, поможет, да. Но для того, чтобы его приобрести, нужно выступать, нужно работать над собой, и нужно не бояться аудитории, да. Тогда, конечно, все будет замечательно. Поэтому выступаем, тренируемся, общаемся, коммуницируем, да. Опыт появляется во время практики. Так вот, еще одно направление. То есть и уже в детском саду, и в начальных классах, безусловно, мы начинаем работать над проектами. Потому что, по новому ГОС, проектная деятельность, она может быть краткосрочной, она может быть долгосрочной, она является основной. То есть мы всегда что-то исследуем, мы что-то открываем и выдаем какой-то продукт. И вот здесь краткосрочные проекты, да, мы над ними работаем. Это может быть на одном занятии, да. И долгосрочные проекты, они могут занимать целый месяц, а может быть и больше, когда это будет какая-то серьезная работа, да, вместе с ребенком под руководством воспитателя или учителя. Вот. Какие здесь можно предложить темы проектов, уважаемые коллеги? Ну, например, книга «Лучший друг», да. Смотря какую книгу мы возьмем, опять-таки здесь могут быть и сказки, сказки, может быть, фольклор, может быть, мы возьмем какую-то научную энциклопедию, какой-то фрагмент посмотрим под призмой уже природы там и так далее, да. Или так, почему мы так говорим или значение ударения в слове. То есть в прошлый раз вот мы целый вебинар этому посвятили, а здесь можно с детьми уже начать работать в данном направлении. То есть какова природа русского ударения, почему оно так важно в слове. Вот. Можно тоже провести небольшое исследование. Или, например, дальние и близкие родственники слова. Здесь мы говорим о однокоренных словах, о родственных словах, о связях слов друг с другом, да. Слова-путешественники. Тоже очень интересная тема об иностранных словах современной речи. То есть мы постоянно что-то заимствуем, да, заимствуем какие-то слова из других языков, почему это происходит, актуально это, неактуально, нужно это или не нужно, но мы так или иначе обращаемся к этому, да, с чем это связано. Тоже очень интересно. Название разных продуктов, название из области моды, название из области различных блюд, пищи, название магазинов и ресторанов и так далее. И вот здесь очень широкий, может быть, спектр тем, которые мы будем изучать. Или, например, прозвище. Это хорошо или плохо? Прозвище, да? Угу. Хорошо. Вот. То есть, опять-таки, хорошо это или плохо, можно порассуждать на эту тему, да, проанализировать. Или, например, энциклопедия одного слова. Прекраснейшая тема. Вот здесь, например, мы взяли какое-то одно слово, но это уже, тоже посмотрите по возрасту детей, да, мы взяли, например, слово хлеб, или взяли слово родина, и посмотрели. Раз в энциклопедии мы обратились к словарям. Посмотрели лексическое значение этого слова в толковом словаре. Посмотрели, как оно пишется в орфографическом словаре. Посмотрели словарь морфем, словообразовательный словарь, какие связи у этого слова. Посмотрели фразеологический словарь, фразеологизм с этим словом. Посмотрели словарь пословицы поговорок, как работает это слово, да, в речи, синонимы, антонимы, то есть разные аспектные словари. У меня можно посмотреть этимологический словарь, посмотреть на происхождение этого слова. И таким образом у нас будет энциклопедия одного слова. Мы исследуем это слово в различных аспектах, опираясь на различные словари. Или ни для кого не секрет, что фразеологизм и значение фразеологизма, переносный смысл фразеологизмов, дети очень поздно начинают понимать, потому что они все воспринимают в прямом значении. Я думаю, вы со мной согласитесь, уважаемые коллеги. Так вот, значение фразеологизмов, отражающих факты истории, например, можно с теми взять и посмотреть. Допустим, почему так называется? У черта на куличках. Что такое кулички? А раньше говорили кулишки. Или, например, спустя рукава. Почему так мы говорили и говорим? Засучив рукава. То есть вот этот исторический комментарий обратиться к этимологии происхождения фразеологизма для того, чтобы понять, откуда пошел фразеологизм, что он раньше обозначал и как понимается это переносное значение сейчас. Потому что дети очень поздно начинают понимать вообще смысл фразеологизма, так устроена их природа, такова особенность их мышления, восприятия мира. Ну и, конечно же, вопросы этимологии слов. Это всегда интересно. Можно взять одно слово, можно взять какую-то тематическую группу. Например, я взяла группу, связанную с пищей. Сейчас очень много разных наименований. Почему, например, так называется это слово, да? Допустим, пельмени. Из какого языка пришло? Что означало вообще? Чье это блюдо? Мы считаем, что русское нет. Оказывается, заглядем в этимологический словарь и увидим, что нет. Поэтому этимология слов, связанных с пищей, например, или со спортом, или с модой, или с одеждой, пожалуйста, да, тут можно взять. Это очень интересные темы, которые будут актуальны для детей, в том числе и дошкольного и младшего возраста. Ну вот мы только некоторые моменты посмотрели. Так, что ж, коллеги, значит, большое вам спасибо за внимание. На этом немножечко, да, наверное, мы поговорили, какие-то моменты только затронули, но на этом мы остановимся. Сейчас я смотрю, у нас есть вопросы, давайте я на них отвечу. Так, значит, однажды маленький ребенок меня спросил, а почему стол, стол, почему именно так называют? Действительно, крайне интересно. Да, конечно, это крайне интересно. Вообще, этимология, этимология, это очень интересно, это очень интересно, это необходимо. Так, и вот здесь я вижу вопросы еще, коллеги. Так, вот здесь вот, значит, так, надо ли, для того, чтобы использовать психологические диагностические методики, надо ли получить согласие родителей детей, как это лучше сделать? Да, конечно, лучше, если у вас какие-то серьезные психологические диагностики, здесь, конечно, лучше согласие родителей получить. Тем более, если вы проводите анонимно, это один вопрос, а другой вопрос, если вы указываете, да, конкретно, где вы проводили на базе, какого садика, какой группы, какое количество. Поэтому, конечно, согласие детей, согласие родителей в этом случае нужно. Да. А можно использовать материал с авторской адаптацией. Обязательно указывать квадратные скобки. Так, не совсем поняла вопрос, но, наверное, в том, что, значит, так, как это вот понять вопрос ваш, обязательно указывать квадратные скобки. Если вы делаете ссылки, если вы об этом говорите, то есть если вы что-то, на кого-то ссылаетесь, то, конечно, квадратные скобки нужны, ссылки просто необходимы. Если вы передаете это через ваше восприятие, как бы косвенно, косвенно, вы уже просто делаете это без кавычек, но вы все равно ссылку делаете на того автора, которому вы обращаетесь. Если я правильно поняла вопрос, то вот так я отвечу Ирине Жигаловой. Если что-то не сказала, пожалуйста, спрашивайте. Так. Хорошо. Всем большое спасибо, хорошего вечера и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok